Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы читаем послание к Титу на библейском портале экзегет.ру И сегодня мы читаем вторую главу. Апостол Павел пишет своему ученику Титу на Крит, которого он оставил там для того, чтобы тот устраивал жизнь местной общины, чтобы он поставлял епископов, пресвитеров, чтобы он наставлял всех прочих в благочестивой и верной Богу жизни. И так он говорит. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви и в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Вот первые пять стихов. Апостол Павел указывает, что вот это учение, которое Тит должен сообщать остальным, должно быть здравым. Это очень интересно, потому что действительно, хотя людям кажется иногда, что христианство их в каком-то смысле порабощает, да, и заставляет их ужимать свои желания, свои стремления, да, на самом деле апостол говорит, что это здравый подход, то есть он ведет к духовному здоровью, и человек, который ведет себя так, он духовно здоров. Что же это за учение? Чтобы старцы были бдительными. Здесь речь идет о внутренней трезвости. Он употребляет слово, которое можно перевести как трезвость, то есть речь идет не о трезвости, только как независимость от вина, да, хотя и это тоже естественно. Речь идет о трезвении, то есть о здравом рассуждении, о здравом взгляде на мир, что человек не должен быть увлекаем теми или иными какими-то идеями, эмоциями. Трезвый взгляд на мир должен быть взвешенный, бдительно, да, чтобы он не пропустил какую бы то ни было ошибку духовную в своей жизни. Степенные. Здесь есть слово употребляется, которое можно перевести как почтенными, то есть старцы должны вести себя соответственно, благочестиво и степенно, почтенно, да. Дальше целомудренные. Слово, которое можно было бы также перевести как благоразумными, то есть у них должны быть, должна быть некоторая цельность внутренняя, да, и они должны стремиться к благу. Здравы в вере. Ну вот здесь понятно, речь идет о некотором соответствии их вере, вере писания, что их вера должна быть здоровой, не должна быть больной. Далее здравы, получается, в любви и в терпении. С одной стороны может показаться, что любовь это вообще категория всеобщая, но мы знаем, что и в любви, то есть что все должно, да, она все должна обнимать. Ну, мы знаем, что любовь это в то же время очень практическая добродетель, которая выражается в правильном отношении к людям, и в любви тоже человек может быть нездрав. Он может неправильно понимать любовь, и он может своей любовью губить даже, да. И последнее, что здесь он также говорит о терпении. Но терпение не в том смысле, чтобы люди терпели этих окружающих язычников, которые плохо себя ведут, и вот они там молчали бы, например, и ничего не говорили. Здесь употребляется слово, которое можно перевести как стойкость, то есть они должны быть стойкими во всем этом, они не должны поддаваться искушениям. Далее старицы, чтобы они одевались прилично святым, чтобы они одевались благопристойно, то есть чтобы они не соблазняли своим внешним видом людей, чтобы не возникало у людей окружающих нечистых мыслей, похотливых мыслей. Далее апостол пишет, чтобы они не были клеветницами. И речь идет о том, что люди, которые, что называется, судачи-то других, пересказывают какие-то сплетни и вообще болтают, может быть, о том о сем, чтобы они не тратили свое время, чтобы они не говорили в это время о других, о других людях, чтобы они не искажали правду, чтобы не получалось, что после их слов другой человек оказался оболган, просто потому что им так показалось. Это действительно очень верно, потому что очень часто люди заполняют все свое общение рассказами о том, что кто-то другой плохой, что кто-то другой плохо себя ведет, какой-то родственник, друг, коллега по работе или там какой-то вообще человек от них далекий, но чье поведение их возмущает. Так вот апостол говорит, что христиане должны этого избегать. Он говорит, что старицы не должны быть клеветницами, то есть они не должны посвящать свое время, время своих разговоров, своего общения тому, чтобы говорить плохое про других. Далее, чтобы они не порабощались пьянству. Важное тоже добродетель для него. И чтобы учили добру, чтобы учили добру. То есть не только, чтобы они сами были добрыми, но чтобы они научали хорошему других. Что же именно? Здесь понятно, что они могут в первую очередь наставлять молодых женщин, так по апостолу, по крайней мере, чтобы вразумляли молодых, молодых женщин имеется в виду, любить своих мужей, любить детей. То есть речь идет о правильных отношениях в семье, о правильных отношениях к детям, потому что воспитание детей – это довольно сложный процесс, и он должен быть правильным. И интересно, что апостол не пишет о каком-то строгом воспитании, он в первую очередь говорит, чтобы они любили детей. Это не значит, что они должны будут все им позволять, или что как-то можно их воспитывать в совершенной какой-то разнузданности и неправильно понятой свободе. Но важно, что апостол, говоря о воспитании детей, в первую очередь делает акцент на любви к детям. Далее, чтобы они, эти самые молодые жены, были целомудренными, чистыми, чтобы они тоже не были развращенными, попечительными о доме, чтобы они заботились. Ну, такова была культура того времени. Женщины, в первую очередь, хотя они тоже, естественно, работали, но работали они дома, они могли заниматься сельским хозяйством, они могли заниматься готовкой пищи, они могли заниматься ткачеством и многими-многими другими вещами, но это была работа дома чаще всего. Такова была культура того времени, но так или иначе для апостола это важно, чтобы они заботились о доме, были добрыми, покорными своим мужьям, дабы не порицалось Слово Божие. По всей видимости, речь идет о том, что во всем Писании, Ветхого Завета, книга вполне такая патриархальная, но правильно понятая патриархальность, она вполне актуальна и сегодня. Речь идет не о том, что муж просто хозяин жены, или мужчина-хозяин женщины, ни в коем случае мы видим, как апостол Павел многократно пишет о правильных отношениях мужчин и женщин. И мы понимаем, что есть некоторая иерархия в падшем мире, которая предполагает подчинение, хотя по выражениям некоторых отцов в раю было не иерархия, было некоторое сработничество на пути к спасению мужчины и женщины. Ну так вот, покорный своим мужьям, покорный, мы читаем это здесь слово, но покорный в добре. То есть, речь идет не о том, что женщина должна подчиняться мужу в любом случае. И мы знаем, например, что с церковной точки зрения сегодня, если муж заставляет жену сделать аборт, она имеет право не только его не делать, она имеет право его вообще с ним развестись, потому что он принуждает ее к греху. То есть, покорный в том, что является добрым, что является благочестивым, что является чистым, целомудренным. Ну, а быть в этом покорным, в общем, ничего плохого. Если тебя родители наставляют в добром, то тоже нет ничего плохого в том, чтобы быть покорным. Так что здесь речь идет просто о правильном отношении, о том, чтобы прислушиваться к совету мужа, если они добры. Хотя апостол здесь этого не пишет прямо, но это явно подчеркивается. В смысле, но это явно имеется в виду. Далее. Юношей увещевай быть целомудренными. Это прямо отдельно сказано о юношах, больше ничего об этом, о них не сказано. И действительно, существует некоторый возраст, в котором, ну, пожалуй, одной из главных добродетелей оказывается воздержанность, когда человек просто учится сдерживать свои потребности своего тела, быть целомудренными, то есть не потакать страстям, не потакать разгульной жизни, развратной жизни, не потакать каким-то чувствам, эмоциям, учиться ими управлять. Действительно, пожалуй, если молодой человек научился или учится, тратит большую часть своих усилий, духовных усилий, на управление своими эмоциями, дальше, во взрослой жизни, многих проблем он сможет избежать. Поэтому вот такого поведения, такого наставления, оказывается, для апостола вполне достаточно. Он не пишет, чтобы они там были недрочливыми, или чтобы они не были пьяницами, или чего-то, или там клеветниками. Он пишет просто, увещевай их, быть целомудренными. И в этом, в том, что они научатся управлять собой, обретут некоторую внутреннюю цельность, такую рассудительность, благоразумность, в этом апостол видит залог того, что в жизни они дальше все остальные добродетели сумеют воплотить. Далее он говорит о том, как сам апостол должен себя вести. Он говорит, во всем показывай в себе «Образец добрых дел», глава общины, Атит — это глава общины Крита, он должен показывать себя в качестве образца. Он должен понимать, что он образец. У русского народа есть пословица «рыба гниет с головы», означающая, что очень многое в поведении подчиненных, в плохом поведении подчиненных, может быть обусловлено плохим поведением руководства. Так вот, руководитель, и апостол Павел в первую очередь указывает на Тита, он говорит, что руководитель должен понимать, что если он ведет себя правильно, если он ведет себя благочестиво, если он подает добрый пример, то и люди, которые его окружают, будут следовать его доброму примеру. Поэтому, переиначив пословицу, можно сказать, что рыба не только гниет с головы, но и здравое, правильное поведение, то есть оздоравливается, если бы можно было так сказать, тоже с головы. Общество во многом ориентируется на людей публичных, на людей, от которых зависит жизнь, и если эти люди себе что-то позволяют, то и остальные считают себя свободными от каких бы то ни было обязательств. Но если человек, у которого есть возможность позволить себе нечто неправильное, себе этого не позволяет, если он держит себя в руках, если он ведет себя благочестиво, то и люди, которым для того, чтобы что-то себе позволить, надо предпринять некоторые усилия, они скажут, тем более, даже если он, у которого вообще есть все эти возможности, и то держит себя в руках, тем более и нам надо учиться держать себя в руках. Итак, показывая себя образцом добрых дел в учительстве, чистоту, чистоту в учении, да, то есть истинное учение, степенность, опять здесь же, неповрежденность, неповрежденность, ну здесь речь идет о неиспорченности, неиспорченности, слово здравое и неукоризненное, неукоризненное, то есть слово, к которому нельзя привязаться и нельзя как-то тебя за него обличить. Ты должен очень следить за тем, что ты говоришь, если ты взялся наставлять верных, если ты сообщаешь, как апостол, им вероучение и учишь их благочестивой жизни, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Здесь, конечно же, речь идет о том, что противником в первую очередь можно назвать лукавого, но также речь идет и о людях, которые противостоят апостолу Павлу, обличая его и его учеников в том, что они позволили себе слишком многое. Вот те самые иудействующие, например, которые говорили, что христиане отказываются соблюдать закон Моисеев не потому, что они просто свободны, это часть их учения, а потому, что они потакают собственным похотем и никак не хотят себя сдерживать. Далее апостол Павел пишет о рабах. Надо сказать, что сегодня это звучит удивительно, но дело не в том, что апостол как-то очень поддерживал рабовладельческий строй того времени, а дело в том, что он соизмерял то, что он говорит, с культурой своего времени. Понятно, что если бы апостол проповедовал необходимость отпустить всех рабов и освобождение всех рабов проповедовал, его остальную часть учения просто не восприняли бы, а сказали бы, что он за какую-нибудь социальную справедливость, за свободу всех людей, вообще бунтарь просто, и тогда его уже политически преследовали бы в Римской империи, как человека, который посягает на основы того общества, потому что, как мы знаем, то общество во многом строилось на рабовладелье, на рабском труде. Так вот, апостол пишет, рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем не прикословить. Но, казалось бы, угождать во всем, может быть, он имеет в виду тогда и что-то плохое, ведь господа могут требовать чего-то плохого, господа могут поручать совершить преступление. Апостол дальше говорит, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению и спасителя нашего Бога. То есть, если ты как раб-христианин, то ты должен покорно себя вести, ты не должен противиться господской власти, но ты должен вести себя так, чтобы твой господин стал христианином, просто глядя на тебя. Вот сегодня очень часто людям кажется, что только обладая внешней властью, они могут других сделать христианами. И хочется этой власти обрести побольше, так чтобы большому количеству людей указать, как надо себя вести, ограничить там их и прочее. Но для апостола очевидно, что даже раб, который правильно себя ведет, он уже может быть украшением мучению и спасителя Бога, спасителя Иисуса Христа. Так, наконец, апостол переходит к некоторому такому практически гимну вероучительному тексту. Он говорит, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». То есть, все предыдущее было некоторым указанием, которое обосновывается теперь вот этим богословским рассуждением. Потому что апостол говорит, «Вот тому всему учи, чтобы у тебя старцы были такими-то, чтобы старицы такими-то, молодые жены такими, юноши такими». Почему? Почему это так? «Потому что явилась благодать Божия спасительная для всех людей». То есть, время вести себя благочестиво настало. Бог открылся человеком, Бог ведет нас к спасению, и вот поэтому как раз и надо себя вести благочестиво. И эта спасительная благодать, она научает нас, что надо отвергнуть нечестие и мирские похоти. То есть, наступает время некоторой внутренней решимости, наступает время правильно жить, никакого другого времени уже ждать не нужно, потому что благодать Божия уже явилась. И он практически перечисляет то, о чем он уже говорил. Отвергнув нечестие и мирские похоти, надо вести себя целомудренно, праведно и благочестиво. Благочестиво жить в нынешнем веке. Почему это важно? Потому что мы ожидаем вот того блаженного упования, то есть, ожидаем той надежды, реализации той надежды, которую сообщил нам Господь, в которой Он нас оставил, да, и в которой мы живем. Потому что мы живем, надеясь на Христа, надеясь на то, что Он действительно нас спас, и мы верим, да, и надеемся, что Он придет, и история завершится так, как ей должно. И более того, апостол интересно пишет, он не говорит, что просто, вот вы надеетесь, что Христос пришел вам, что-то сказал такое, научил вас и ушел. Он прямо показывает, что Христос дал не только нравственные основания, Он дал сущностные основания для того, чтобы нам изменить свою жизнь. То есть, Он изменил нашу, восстановил нашу природу. Он говорит, да, что вот блаженное упование, явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. То есть, Он сначала говорит, вот вы ведите себя так, вы ведите себя благочестиво, отвергнетесь нечестия, будьте целомудренными, не развратничайте, не будьте коростолюбивыми и прочее, прочее. И, казалось бы, это все, Он предъявляет некоторые требования к простым людям, к христианам. Почему так себя надо вести? Потому что Бог нам открыл, что будет то-то и то-то, а дальше Он не только открыл, но Он дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить. То есть, я вам все это сказал, вы это делаете, но знайте, что Бог со своей стороны вышел вам навстречу. И своей смертью, своим воскресением, Он облегчил для вас вот этот путь. Вы не просто сами по себе хотите быть честными, хотите быть некоростолюбивыми, хотите быть там не бийцами, не пьяницами, не развратниками, быть целомудренными. У вас есть для этого основание. Основание не просто буквами написанное, а основание, которое дает вам Христос своим подвигом. И вы можете через крещение, начав новую жизнь, соединившись с Ним, воспринять плоды этого подвига в собственной жизни. То есть, почувствовать на себе плоды этого подвига. И, конечно же, христиане и утверждают, что они не просто, знаете, такие аскеты, йоги какие-нибудь, которые волевым усилием себя смиряют, берут себя в руки. Естественно, мы понимаем, что христиане и сами должны вести себя благочестиво, и они призваны к тому, что мы называем сегодня аскезой. Но эта аскеза имеет основание в подвиге Христа, в том, что Он дает нам, исправляет нас, Он очищает для себя народ, особенный, ревностный к добрым делам. И в единстве с Ним, в том, что мы теперь идем с Ним вместе по одному поприщу, мы находим опору, находим утешение в собственной жизни, благочестивой христианской жизни. Ну и заканчивается глава призывом апостола к Титу. Он говорит, это говори, увещевай и обличай со всякой властью. Чтобы никто не пренебрегал тебя. То есть Тит имеет на это право. Тит имеет право, как руководитель христианской общины Крита, наставлять как в благочестивом поведении, так и в вере, чтобы люди находили в его словах и утешение, и поддержку, для того, чтобы быть христианами в этом мире. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова